Здравствуйте! В эфире программа подробностей. Сегодня у нас в студии Ольга Капитанская, организатор фестиваля косплея G.U. Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте! Я представила вас по имени и фамилии, однако в кругах тех, кто увлечен косплейной культурой, вы известны под другим именем. Да, меня называют Айте Айна, что означает свободолюбивая или любящий оппонент. Что такое вообще косплейный фестиваль для наших телезрителей? Объясните, что это за субкультура, что за направление, почему столько людей привлекает? Косплей в переводе означает костюмированная игра, то есть мы переодеваемся в любимых нами персонажей, соответственно, отыгрываем их на сцене, можем делать какие-то фотосеты с ними, источники абсолютно любые, то есть вы можете взять как персонажа японской анимации, можете взять персонажа из любимых вам фильмов Marvel, DC, можете сами придумать свой оригинальный образ и также сделать на него какой-то красивый костюм. Фестиваль проходит уже не впервые, вы организатор какого по счету? Ну, я организатор по счету восьмого, а фестивалей уже у нас прошло девять. И межрегиональный уровень, то есть приедут люди из других городов, областей, расскажите, вот насколько это масштабно будет мероприятие? Ну, вообще мы рассчитываем на центральный округ, потому что как бы с Дальнего Востока, конечно, возможно, вы бы и хотели участников, но это далеко ехать. А это Москва, Тула, Брянск, Калуга, Иваново, Самаров, даже есть участники с Ростова, то есть неограниченное количество, кто хочет, тот и может приехать. Если говорить немного об истории, как вообще возникла эта идея собираться вместе, вот людям в костюмах, готовиться к этому всему действию, да? То есть, получается, заранее подготовка костюма происходит, насколько я понимаю. Люди уже знают, куда они приедут, и программа фестиваля тоже заранее определена. А откуда вообще истоки берет этот? Ну, смотрите, всех нас в детстве мамы наряжали в красивые костюмчики, лисичками, снежинками, зайчиками. Но как бы мы взрослеем, а, возможно, какие-то детские интересы никуда не деваются. И хочется делать что-то более масштабное. К тому же у нас телевидение, кинематограф дает огромное-огромное просто пространство для фантазии, какие-то костюмы. И почему бы взрослому человеку не сделать костюм какой-нибудь снежной королевы? Ну, уже не уровня детского садика, как бы нам там мама сказала, из какой-то там мишуры или чего-то такого. А действительно создать полностью образ такой, как мы видим в мультфильме или в фильме. Полностью. По сути, это маскарад? По сути, да. Подобные фестивали проводятся ли еще где-то в регионах, или у нас уникальный такой опыт? Нет, конечно же, такие фестивали проводятся у нас вообще практически во всех городах. Но вот в Рязани мы сейчас остались единственным фестивалем. Довольно масштабный ожидается фестиваль, около 200 заявившихся участников. Что собирает вообще людей, что держит вместе, почему все приезжают? Ну, я думаю, потому что фестиваль – это способ показать свои таланты на публике. Ну, например, пробиться на какую-то большую сцену, на эстраду, не все могут. А мы даем полную свободу самовыражения. То есть, если вы хотите танцевать в костюмах, если вы хотите петь, если вы хотите просто продемонстрировать какой-то красочный образ, то, пожалуйста, вы подаете заявку на нашем сайте, соответственно, организаторы ее рассматривают, вывешивается список принятых заявок, и, соответственно, вы можете попасть на фестиваль, если вы в этом списке. Допустим, если говорить о вашем костюме, в котором вы сегодня у нас, что это за костюм и кто это? Ну, скажем так, у нас фестиваль посвящен аниме Наруто, а у меня такой небольшой образ именно женской версии главного героя. Он достаточно интересный молодой человек, но при этом любил сделать так, чтобы шокировать публику, и перевоплощался в девушку, но не переодевался, а именно становился. Соответственно, вот у меня такой вот образ. И то есть, получается, в течение вечера вы должны будете соответствовать своему персонажу и вести себя по тому сценарию, по которому он ведет себя в мультипликационном фильме, или нет? Ну, смотрите, у меня на данном фестивале 4 костюма, у многих участников также несколько выступлений. Поэтому меня ожидает 4 переодевания, соответственно, от одного характера к другому, но, соответственно, за кулисами я могу себя вести как хочу, но на публике должно быть все соответственно. Этот фестиваль будет открыт только для заявленных участников, или зрители, желающие, могут прийти и посмотреть, как все это происходит? Конечно же, прийти могут все. Нужно просто прийти в Рязанский дворец молодежи, и милости просим. А как показывает практика, самый масштабный фестиваль, сколько заключал в себе действующих лиц? Ну, для Рязани, конечно, так как мы не особо популярны, пока что у нас было около 500 человек в целом, но мы стараемся, ездим по другим городам и стараемся набирать публику. А каким образом вся эта субкультура между собой взаимодействует? С помощью социальных сетей? Как вы знакомитесь с представителями косплея из других городов, регионов? У нас есть коллектив, который ставит постановки и выезжает в другие города. Такой коллектив называется Казбенд. Вот у нас Казбенд ЖИЮ, Казбенд фестиваля, который ездит в течение всего года по разным-разным городам, показывает себя, знакомится с людьми. И вот, пожалуйста, новые друзья, и мы к ним, они к нам по социальным сетям тоже. Есть ли какие-то особые, может быть, фишечки, нюансы, которыми вы завлекаете таких же представителей других субкультур, чтобы они приехали к нам в Рязань на фестиваль? Чем можно заинтересовать? Ну, смотрите. Во-первых, у нас получается так, что московский фестиваль достаточно дорогое удовольствие. Рязанский фестиваль гораздо дешевле. Если у них, например, билеты участников платные, то у нас одни бесплатные. То есть участник проходит абсолютно свободно. Также у нас, в отличие от других фестивалей, есть один очень хороший нюанс. Мы можем рассмотреть нестандартную заявку. То есть мы можем отойти от правил, которые указаны у нас на сайте при подаче заявок. То есть если, например, какой-то танцевальный коллектив хочет показать, например, свое выступление, которое будет длиннее минут на пять, и мы смотрим, что действительно того стоит, то мы говорим, пожалуйста, вы приняты, нам очень нравится ваше творчество. Но, к сожалению, не на всех фестивалях есть такая свобода самовыражения. А если говорить о контингенте тех людей, которые увлекаются косплеем, то это люди каких возрастов, каких социальных, может быть, групп? Или нет такой определенной статистики? Это могут быть абсолютно представители разных профессий, разных конфессий? Да, конечно, это люди абсолютно разного возраста, разных профессий. Но, конечно, большинство участников, это порядка в возрасте от 16, наверное, до 26, вот так вот, в промежутке вот этих 10 лет. На самом деле есть люди, которым далеко за 30, за 40, за 50. Я знаю даже случаи, когда молодежь подстегивала своих бабушек, они шили им костюмы, и бабушки также выступали. Маленькие-маленькие детки. Вот есть знакомые, у которых детки выступали на фестивале, у них есть как бы специальная номинация «Чиби-дефиле». И детишки тоже ценируются между собой. Вот вы постоянно упоминаете слово «выступали». То есть это подготовка все-таки какого-то номера заранее? Да, конечно. Каждым из участников? Ну, если мы говорим о сценическом косплее, в данном случае о фестивале, то да. Но как бы есть еще номинация «Видеокосплей», «Фотокосплей» и «Конкурс рисунков». То есть если человек талантлив в чем-то другом, например, он снимает какие-то превосходные видеоролики или делает хорошие фотографии в своих костюмах, то он также может не выступать, но прислать свою работу к нам, соответственно, и мы его покажем. Если это будет порядка 200 участников, в один день вы уместитесь? Да, конечно. У нас уже обозначился лимит. Это примерно около 30 номеров в блок. И фестиваль будет целый день с перерывами. И насколько я понимаю, основа конкурсная, где будет выбран победитель? Да, конечно. Кто в жюри? По каким критериям оценки происходят? Ну, в жюри у нас это люди, которые профессионалисты в его дело. То есть те люди, которые либо профессиональные фотографы, либо профессиональные косплееры, которые же добились какой-то популярности. Также это администратор нашего сайта, от глаз которого не укрылась ни одна заявка, которая знает абсолютно все о выступающих. Ну, в общем, как-то так. По критериям оценки, по каким будут оценивать? Вообще зависит от номинации. Обычно дефиле судят. Это соответствие костюма оригиналу, это соответствие персонажа. То есть как человек его продемонстрирует на сцене, похоже, не похоже. В сценическом косплее, наверное, именно сценки, большие постановки, там главный сюжет. То есть уже не будет такого пристального внимания к костюмам, но будет судиться сценарий, звуковая дорожка, возможно, сложность, то есть видеоряд или что-то такое, что бы присутствовало именно в сценке. Напомню, косплейный фестиваль G.U. пройдет 2 апреля. Начнется он в 13 часов. Если вас заинтересовало сие действия, милости просим. С вами была программа подробностей. Всего доброго.